здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте самые лучшие на свете зрители ну что ж пора ехать на блошинный рынок в александров вышивкой вышивки к сожалению и скатерти нет никаких не сказать ни салфеток ничего ну пусть скатерти салфета очень жалко ладно посмотрим все таки что здесь есть так вот это кувшинчик и наверное куплю ты в прошлый раз взяла и сколько это стоит ну давайте возьмем не так сильно нравится но тяжелая а с какой нет нет Нет, не будет. Он сегодня вечером лежал. Он москвич. И он завтра заработал. А с другим, если донет на мошеннике, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть. Есть больше для варенья. И к ней шесть штук. Посмотрите, какая прелесть рубанки. Хорошие. Боже мой, это что такое? Журнал мод. А сколько ваш журнал мод стоит? 50. Я возьму его тоже. Не радует, да? Август. Итак, все же, что же? И вот видите, кстати, моя доска, докупаж для нарезки овощей. Ну, как она сюда отлично вписалась. Посмотрите, ну, просто идеально. Идеально. Вот такая красота. Ну, разве скажете, что таких тыковок не бывает? Бывают, бывают. Вот они. Вот они здесь, на столе перед вами. Итак, первое, что я купила, я вам показываю, это вышивка. Вышивка, опять, как мне сказали, это специальный такой крест болгарский. Ну, вот такая замечательная у нас вышивка. Посмотрите, какие цвета, какие розы. И, ну, вот, яблочный спас уже прошел, но я думаю, что это где-то что-то такое, видите, как будто бы даже с крестом. То есть, это какая-то охранная такая вещь. Ну, очень красивая, очень яркая. И так чудесно вписывается, да, в мои краски августа. Ну, лето, ну, конца лета, да, в краске августа. Мне кажется, ну, просто так красиво, замечательно. Это первая моя покупка. Так, вторая покупка. Сейчас я вам покажу. Говорят же, что одно притягивает другое. Да-да, у меня тоже притянулось. Ну, вот, и у меня также притянулось. Наталья, хозяйка замечательного канала в гостях у прошлого, когда делала обзор своего рынка, спросила, что же мне хотелось бы там прикупить. Потому что я написала, что я уже знаю, что бы я там прикупила. И я ей написала, что да, я с удовольствием выкупила посуду с сиренью. И вот, на этом рынке я покупаю сначала вот такую замечательную селёдочницу. Но, и, кстати, очень дёшево за 50 рублей. Не знаю, здесь какие-то пятнышки. Я ещё её не мыла. Не знаю, может быть, это просто грязь. Но так или иначе, за 50 рублей вот такая прелесть. Но этого мало. Я продолжаю ходить по рынку. И вдруг я вижу... Да-да. Просто такую редкость. Смотрите, что я вижу. Вот такое замечательное блюдо. Конфетница, пирожница, не знаю, салатница. Ну, в общем, вазочка. С перламутром с сиреней. И здесь... Посмотрите, какая красота. Ну, просто красота. Как мне повезло. Вы помните мой чайник. Кстати, я когда искала где-то на Авито, я вообще с перламутром сирень. Но не видела. Не знаю, как вам везёт. А вот мне как-то не повезло. Поэтому, если вы помните, у меня вот такой вот чайничек был. Перламутровый. У меня такой сет был. И ещё к нему была чашечка с сиреней, но уже не перламутровая. Да, вот такие не перламутровые можно купить, достать. Я видела это. Но... А здесь как будто бы это раковина. Здесь даже, видите, какое-то тиснение даже. Видите? Вот такая вот раковина. Ну, вот так вот моя покупочка. Как с цветами она сочетается с флоксами. Ой, я уже представляю, как она будет великолепно выглядеть с сиренью. Ну, и вообще, всегда подчёркивала, что я... У меня нет специальной коллекции, как коллекция. Но здесь, да, здесь мне очень хотелось вот, ну, во-первых, коллекция, а во-вторых, просто украсить свою патию. Чтобы можно было сидеть, наслаждаться вот таким вот счастьем. Мне это безумно нравится всё. Да, но... Всё-таки... Я люблю утилитарно. Мы вот с подругами здесь, как я уже говорила, столько в Москве мы не встречаемся, сколько здесь. И мы любим пить из разной посуды. Ну, а... Мата. Чай с мятой, Иван-чай. Маша. И мята. Обалдеть. Угу. И вот сегодня, видишь, у меня... Я купила вот такую замечательную... У меня к этому сету был чайник, а теперь у меня вот такая замечательная для пирога. Ну, или одну такую же чашку купить, или, может быть, откуда-то ещё взять, да? Вот как ты считаешь? Обалденно. Угу. Сиренью. Ну, это кто не любит сиренью? Ну, на этом чудеса не закончились. Я купила там... Вы знаете, я очень люблю керамику. Видите? Не зря вам я её показываю. Обожаю керамику. У меня много её. И много даже старинных кувшинов. Здесь не все. Но вот я купила там вот такой вот кувшин. Посмотрите, какая прелесть. Сейчас я вам покажу его поближе. Вот замечательный, сказочный кувшин. Но вы его уже видели на Блошином рынке. И я его купила. Купила за 150 рублей вот эту старину. Она ещё не отмыта. У меня она такая симпатичная, такая красивая. Какая радость. Да, вот и тыклочка принесла. И лапа Аладдину годила. Вот такой вот кувшин. Я не случайно вам показываю, это лукошка. Его используют для... Ну, все вы знаете, что просеивать муку. Это старинная вещь. Видите, из белесты сделанная. Уже это так редко встречается. Мы уже пользуемся другим. А если вы помните, я как раз, когда я ездила в Александров, я говорила о вещах забытых, которые я очень храню. Вы помните, у меня лампы есть такие специальные, керосиновые ещё. И у меня есть старый-старый утюг. И вот вам керосиновая лампа. И я её достала и вспомнила, что у меня впереди на следующий год много будет работы. Мне надо её сделать докупаж, чтобы она снова заблестела и засверкала. А может быть, даже сделать докупаж сиренью, да? Ну, не знаю, не знаю. Во всяком случае, лукошка эта пойдёт в мою копилку. Я очень люблю всякие старые бытовые вещи. Вот у меня много их, очень много. Слышите? Ай, опять стрекочет. Как замечательно. Значит, завтра замечательный день будет. Ещё будет тепло. Ещё не наступит холода. Ещё так будет тепло. Слышите? Вот наверху моего старого-старого буфета, который находится на моей замечательной кухне. Я потом покажу вам кусочки из оформления. Вот. Там стоят у меня старинные, видите, старинные кувшины. Замечательные. Вот этот туисок берестовый, берестяной. В общем, всякие такие вот приятные вещи. И здесь как раз и будет стоять кувшин. У меня картина здесь замечательная висит. Ну вот. Так что здесь я сюда и поставлю. Ещё хотела сказать, что вся наша посуда старинная, она... Ну не старинная наша, вот даже советская посуда. Она вообще обязательно, как мы уже говорили, близка к природе, там картинные виды. И она не может быть без оформления, без наших овощей, фруктов. Но вот она, когда в этом оформлении, она совершенно живая. Она кажется, вот посмотрите, она как раз себя проявляет в полной красе. Она живая. Или с цветами, вот та же сирень. Да? Она живая. Она живая. И она очень зависит от того, что рядом с ней. Да? Не просто, как, например, Майсенскую поставишь там на стол или в буфет это украшение. А здесь именно должны быть плоды нашей прекрасной земли, нашей Родины, ягоды, цветы. Вот тогда она играет всеми красками. Как красиво смотрится всё это на красном фоне. Синий на красном. Красота. Красота. Не менее красиво смотрится у меня всё на кухне на зелёном фоне. Ну, не красота ли? Красота. Да, вот большинство вещей я купила на Блашином рынке в Александре. Но вот посмотрите, какой чудесный наборчик. Но ведь сразу он поднимает настроение. А вот эти тарелочки, да? Подносики. Ой, какая прелесть. Ну, здесь уже вот этот я купила на ретро. В общем, нет, нам для счастья много денег не надо. Я считаю, что... Нет, я, конечно, если идут деньги, то слава богу, что они идут, и надо радоваться этому. Но для счастья можно обходиться мало. Посмотрите, какая картина яркая, живая. Осень, сначала, конечно, август, потому что август ещё продолжается, ещё далеко до его конца. Ну, и чтобы были прекрасные встречи с удивительными людьми, чтобы было безумно интересно, чтобы всякие воли, хвори отходили на задние планы, огорчения. Чтобы нам всегда было интересно, интересно, интересно. Но это самое главное. И встречи, и интересы. А я не забывайте, у нас уже создался клуб, мои дорогие, на Блошином рынке ретро. Я вас там жду, и жду от вас. Вы мне не пишете, с кем бы вы хотели встретиться, с кем бы хотели поговорить, с какими... Ведь там коллекционеры очень интересные бывают. И рассказать могут вообще столько интересного, столько интересного. Пишите, у нас впереди интереснейшие встречи, интереснейшая жизнь. Так что всё только продолжается. Благодаря лету мы набрались сил, набрались, и теперь будем веселиться.